Начало видео на отметке 13 минут 50 секунд. В начале января 2023 года игрушечка Dnot.2 обновилась, и у некоторых киберкатлет начала выдавать ошибочку номер 127, после чего вылезало стандартное сообщение от Стима с предложением попроверять целостность локального кэша файлов игры, разумеется, можно хоть до усеру проверять целостность этого самого кэша, ошиб очка от этого никуда не денется. Соответственно, эта ошибка вылезает только на Shindos 7, и некоторые в комментах интересовались, с чем же она связана. Для того, чтобы понять, с чем она связана, достаточно прочитать, собственно говоря, заметки к этому апдейту для Dnot.2, где написано, что клиент игры переходит на новую версию JavaScript. А 7 очка, операционная система, которой в 2023 году исполняется 15 лет, ничего не знает об этом более новом JavaScript, особенно если 7 очку не обновлять. Но обычно у таких фанатов 7 очки она никогда не обновлялась, потому что они считают, что изначально 7 очка была сделана идеальной, и ничего нового в нее добавлять не нужно. Однако, ежели на такой системе, которая не обновлялась никогда, все-таки нажать поиск обновлений, то засосется как минимум 1 гигабайт, 1 гигабайт, а то и 1,5 гига обнов для этой самой Windows 7. Но, разумеется, они не нужны, потому что обновления придумали враги. Тем не менее, в том видосе я показывал, какие именно обновления нужно установить в Shindos 7, чтобы Dnot очка в 2023 году на ней продолжала работать. И, судя по комментариям, большинству этот видос помог. Как на лицензионной Shindos 7, так и на пиратской Shindos 7, причем даже на той, которая взломана через жопу. А именно, очень старым методом с подменой ядра. Определить этот метод очень просто. Если внутри директории с Shindos есть файлы под названием xosload.exe, а также ntkrnl.exe, то это очень древний, очень херовый, очень плохой способ активации винды с заменой ядра. И, кстати говоря, очень часто на такую винду ругается античит быдло-ай. Соответственно, такие страдальцы обновили винду либо с помощью одного или другого обновления, на которое я давал ссылки, либо с помощью кумулятивного апдейта UpdatePack 7R2. А у кого-то даже и этот апдейт не ставился. Тут выяснился такой интересный момент, что у некоторых Shindos 7 даже без сервисного пака 1 еще. И для того, чтобы установить апдейты, сначала нужно накатить сервис пак 1. Учитывая общий уровень развития пользователей Shindos 7 и особенно игроков в Note 2, не все догадались, что сначала с сайта на гитхабе скачивается скачивальщик апдейта. И после того, как он этот апдейт закачает, рядом со скачивальщиком появляется еще один файл. Именно этот файл является апдейтом, и его нужно запустить, чтобы апдейты установились в систему. И заодно, кстати, формируется точка восстановления. Это на тот случай, если что-то пойдет не так. Кроме того, выяснилось, что автор вот этой школьной сборки апдейтов никак не может подстроиться под изменившийся мир. Дело в том, что даже интуль уже подстроилась под изменившийся мир и вновь дает без проблем скачивать дрова и обновления со своего сайта. Однако автор этого кумулятивного пака живет в каком-то своем манимирке и осуществляет проверку, откуда же запускается его апдейт. Если он запускается с территории одной отдельно взятой страны, а также с территории основного и чуть ли не единственного союзника этой самой страны, то выводится вот такая вот картинка, и апдейт не устанавливается. Видимо, автор этой сборки искренне считает, что запрет на ее установку на территории одного или двух сопредельных государств, из-за чего школьники не смогут обновить свои древние компьютаторы и не смогут запустить Дноту-2, каким-то образом повлияет на мировую геополитическую обстановку. Ну вот в таком манимирке проживает автор этого апдейта. Никак не может адаптироваться к изменившемуся миру. Но тем не менее, эта проверка обходится очень легко. Достаточно сменить регион на компьютаторе на какую-нибудь Польшу и на время установки апдейта отключить интернет, либо воспользоваться соответствующими утилитами. Соответственно, ну, например, вот есть два файлика. Один on, второй off. При запуске файла on изменяется регион системы на Польшу и отключается интернет, после чего ты можешь совершенно спокойно установить вот этот скачанный пак. И после перезагрузки компьютатора для включения интернета обратно и возвращения региона обратно нужно, соответственно, запустить вторую утилиту, которая называется off. Соответственно, большинству помог этот способ. Ну, разумеется, среди этого большинства встречаются индивиды, которые в комментах мне пишут, что нихуя не помогает. Да, блядь, помогает. Всем помогает, а тебе не помогает, что ли? Ты просто рукожоп. И что-то не сделал или сделал не так. И, разумеется, есть те, у которых случилось то, о чем я предупреждал в том видосе. А именно, после установки апдейта, после входа в шиндоус, обычно после экрана приветствия, иногда вылезает какая-то ошибка, но в любом случае появляется черный экран, на котором есть только курсор от мыши, а интерфейса винды не видно. Обычно такое случается у тех, у кого установлена школосборка шиндоус, как я ее называю. Ну, обычно это такие авторы, как лох, в смысле лех, ОВ Говновский и тому подобные деятели. У меня лично к ним никаких претензий нет. Ну, нравится им заниматься хуйней. Ну, пусть занимаются. Проблема в том, что существуют те, кто верит, что если в официальный продукт от Майкрософта, разрабатываемый огромным количеством профессионалов, влезть какими-то дилетантскими ручонками, что-то там поковырять, то он станет лучше. И вот такие деятели устанавливают это на свой компутатор в надежде из говна, как в данном случае из FUFX в 2023 году. Хотя фикус, он, конечно, вне времени. Он как изначально был сделан куском говна, так им и остается. Получить ракету. Это еще хорошо, если они сами умеют установить винду. Обычно они этого делать не умеют. И у них есть два варианта. Либо попросить кого-то еще, ну, друга, например, который больше шарит, либо за деньги пригласить некого компутаторного мастера, но поскольку они, может быть, чуть больше шарят, но все равно долбоебы, в итоге поставят вот подобную вот сборку. Типа как вот здесь. Сборка от некого Беслама, которая тоже никогда не обновлялась, в ней вообще отключена служба обновлений, и в случае наката обновлений она вылезает вот в этот вот черный экран, даже если это делать через вот этот апдейт пак R2. Вот этот кумулятивный апдейт пак 7R2 хорошо помогает в том случае, если индивидуальные, то есть отдельные файлы обновлений пишут, что обновление неприменимо к этому компьютатору, либо что обновление уже установлено, но тем не менее игра все равно не запускается. Я вообще люблю сравнивать компьютаторы и технику либо с автомобилями, хотя это сравнение мне не очень нравится, потому что если купить условный Лехусь и запустить в него условного Ашота, то Ашот с грамотно поставленными руками может сделать хорошую шумоизоляцию, например. Мне больше нравится сравнение с одеждой. Если представить, что официальный инсталлятор от Майкрософта с Шиндуз 7 является такой нераспроданной курткой, например, которую сделали 15 лет назад, но не смогли продать, и она так где-то и хранится на складе. Да, у нее несовременный и немодный внешний вид, потому что она уже устарела. В ней нет каких-то там мембран и прочих хай-тековых решений, которые позволяют ее носить в большем, допустим, температурном диапазоне, потому что 15 лет назад их еще просто не существовало. Возможно, она сделана из каких-то токсичных материалов, потому что на момент, когда эту куртку шили, еще не было известно, что эти материалы токсичны и вредят пользователю. Это я провожу аналогию с апдейтами. За 15 лет существования операционной системы в ней наверняка нашлись какие-то баги, дыры, проблемы с безопасностью, которые потенциально могут навредить пользователю. И с помощью апдейтов, то есть заплаток, эти дыры были заделаны. И то же самое произошло с этой курткой. За 15 лет в ней моль прогрызла дыры, но с помощью заплаток эти дыры можно заделать и продолжать носить куртку. Соответственно, вот это официальная сборка от Microsoft. Куртка, которая была сшита 15 лет назад, ее не носили представители компании Nvidia, она просто пролежала в шкафу. А вот шкалосборка Shintos, от всех вот этих вот ОВ Говновский, Лохов и так далее и тому подобное, это когда ты берешь вот эту вот куртку и отдаешь ее бомжу. Бомж по своему усмотрению оторвал половину пуговиц, вырвал подкладку, из-за чего куртка стала легче, но при этом абсолютно холодной. Пришил какие-то дополнительные левые карманы, потом эту куртку обоссал, обливал и отдал тебе. А ты разделся догола и на голое тело завернулся вот в эту обоссанную, облеванную, порванную куртку и продолжаешь в ней ходить. Вот это вот, на мой взгляд, очень верная аналогия использования вот таких вот шкалосборок. И, соответственно, в комментах, помимо тех, у кого обновления установились, но Винда перестала загружать интерфейс, идиот при этом, конечно же, автор видео, а вовсе не та криворукая прокладка между клавиатурой и монитором, которая очень хочет в дноточку поиграть. Были и те, у которых эти самые обновления не устанавливаются вообще, потому что шкалосборщик взял и выпилил из Винды вообще, в принципе, службу обновления. Ну, по мнению Васяна из 7-го Б, который эту оптимизированную и хровую школьную сборку сделал, обновления не нужны. Ну вот не нужны они, по его мнению. И еще раз говорю, проблема здесь не столько вот в этом Васяне, который эти школьные сборки собирает, собирает, а в тебе, который в это верит, ну или в том долбоебе, который тебе эти самые сборки Виндуз установил за тебя. Но тем не менее, некоторые, которые по моему видосу смогли установить обновления, но при этом тут же вылезала точно такая же ошибка, только с номером 1.93. И они никак не могут понять, почему дноточка 2 не запускается. Дело в том, что это сейчас Шиндуз 7 считается операционной системой ОГОГО, а 6 лет назад 7 очка считалась говном, как и Шиндуз 10, а годной системой была Шиндуз с XP. И в 2016 году, когда Вульва официально прекратила поддержку дноты 2 на Шиндуз с XP, то есть днота 2 перестала запускаться на Шиндуз с XP, в обители нытья, то есть в тех местах, где дотеры собираются, чтобы обсудить свои дела, точно такой же вой стоял о том, что дноточка перестала работать на Шиндуз с XP. И ошибка, которая возникала на Шиндуз с XP при попытке запустить обновленную дноту 2 была точно такая же, номер 127. И в сети появились инструкции, в том числе видосик от меня, где было показано, каким образом в 2016 году, несмотря на прекращение официальной поддержки, все еще можно запустить днот очку на компьютере с Шиндуз с XP. Когда уже вышли Шиндуз Глиста, Семер очка, Шиндуз 8, Шиндуз 8-1, Шиндуз 10. У меня такое ощущение, что фанаты дноты 2 слишком дословно восприняли слово дота. Если кто не знает, то аббревиатура дота расшифровывается как Defense of the Acients, то есть Оборона Древних. И такое ощущение, что считается, что игру под названием Оборона Древних все непременно нужно запускать именно на древнем железе под управлением древних операционных систем. Но тем не менее, ошибка 193 под Шиндуз 7 возникает из-за того, что ты в попытках решить ошибку 127 воспользовался вот тем решением для Шиндуз XP. По той простой причине, что и в Шиндуз с XP, и в Шиндуз 7 ошибка имеет одинаковый номер, 127. Ну, по той простой причине, что эта ошибка говорит о том, что отсутствует необходимые зависимости в системе, которые нужны клиенту игры для запуска. И, разумеется, на вот этом вот компьютаторе, где сборка винды экстрема. Единственный плюс, что она хотя бы активирована нормальным активатором, а не тем вот кривым. О том же, как вырезать этот кривой активатор xosload.exe и сделать 7 очку вновь нормальной, чтобы ее можно было активировать нормальным активатором, у меня на канале тоже где-то был видос, но там все равно существует риск, что винда накроется. Несмотря на то, что здесь обновления установились, вместо 127 ошибки начала вылезать 193. И в загрузках браузера видно, что был скачен тот самый клиент RAR, внутри которого лежит файлик клиент DLL, который и нужно было положить в корень папки с игрой, чтобы решить проблему с ошибкой 127 на шиндус с XP. А у тебя 7 очка, но тем не менее ошибку 127 ты пытаешься решить тем же самым способом, что и на шиндус с XP. Ну а теперь быстренько-быстренько расскажу о том, как решить эту ошибку для тех, кто перешел вот прямо в этот момент видоса по тому тайм-коду, который я озвучил в начале видоса. То есть это те самые мамкиные киберкотлеты, которым неинтересна вся вот эта вот моя вода, они вообще меня считают мудаком, который нихуя не понимает в компьютаторах, им нужно быстрее-быстрее починить игру и бежать играть с такими же дебилами, как они, а то как это так, кто-то будет дебилизироваться без них в игрушечках для дебилов. Поэтому быстро-быстро для них расскажем решение. Если после того, как ты установил обновление для того, чтобы решить в шиндус 7 ошибку 127 в дноте 2 у тебя вылезает ошибка 193, то скорее всего у тебя в папке с игрой лежит файл клиент.дл. Его можно легко отличить по дате. У него дата будет 2016 год, в то время как все остальные файлы игры будут скачаны гораздо позже, например в 2023 году. Для того, чтобы решить эту проблему, тебе нужно просто удалить файл клиент.дл и после этого запустить игру. Ошибка 193 пропадет, возможно скачается какое-то обновление и дноте 2 замечательно запустится на шиндус 7 в 2023 году. Я бог ютуба!